Один стул. Вот смотрите. Даже вот так. Вот здесь находится выход на сцену. Выход к аудитории. Вас сейчас будут слушать, сидеть. Зрители у нас есть. Благодарные. Вот здесь меня не видно. Да? Дальше я выхожу. Представляюсь. Да? Здороваюсь и представляюсь. Больше ничего. Пожалуйста. А мы будем с вами наблюдать за телом, за шагом и так далее. Ну-ка, давайте. Добрый вечер, господа зрители. Меня зовут Блинова Татьяна Михайловна. Спасибо. Что заметили? Я же сейчас. Смотри, вот такие вот руки. Сейчас взлетим. Давай еще раз спокойно выйдем и спокойно скажем. Посмотрите, как человек меняется. Там не видно, здесь видно, да? Так. Добрый вечер, господа телезрители. Меня зовут Блинова Татьяна Михайловна. Молодец. Почему телезрители? Много камер вокруг. Мне кажется, последний шаг у тебя был, вот этот красный, закралась. А я не по центру. Стоять и травить анекдот. С кем-то. Мне нужно выходить. Я вышел. Здравствуйте. Я Герман Петрович. Как дела? Ну что? Понятен? И так далее. Могу в другом образе. Это зависит уже от другого. Но это происходит быстро. Просто он затронул эту проблему. Дальше пойдет. Этот момент, чем быстрее у вас, тем вам выгоднее. И вы не должны обманывать зрителя. Я себя тут немножко так обманываю, как будто оп, у меня все классно. Я пошел сюда, да? Я могу сказать, что... Я вот могу болтать, а там мне нужно сказать, что все ужасно, да? Ну, грубо говоря, да? Я могу углудить, улыбаться, а вы совершенно с другим взглядом. Да? Вам. И сказать, вот так вот. Дурь произошла. Понимаете? Тут нужно понять. Нельзя обманывать зрителя. Или партнера. Надо себя обманывать. Вот в этом переходе. Проходим вперед, да? И сцена, это не всегда центр. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Татьяна Николаевна Кобусова. Наиграла? Ну, такая вот у меня, конечно, шерсть. Это я взял вам, испортил все. Потому что у меня это уже естественно, просто я уже так, 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 я могу и так, и так. Ну-ка проще попробовать, наверное, да? Георгий Петрович играть может, но пока еще нет. Мы должны просто спокойно выйти и представиться. Вот какие мы есть. Здравствуйте. Меня зовут Кобусова. Татьяна Николаевна Кобусова. Так. Во-первых... Контакт на каналах. Во-первых, кто тебя услышит. Во-вторых, смотри за руками. Сейчас со мной люди согласятся. Они видели все то же самое. Я себя освобождаю этим. Да? Да, конечно. Вот те люди, которые смеются, они сами сейчас здесь окажутся. Да? Не надо. Почему? Какая есть, такая есть. Вот я выхожу спокойно. Все? Окей. Точку и контакт. Конечно, сначала глаза, потом говори. Здравствуйте. Меня зовут Кобусова Татьяна Николаевна. Угу. Значит... По-моему, вообще не распаляться в пространстве. То есть за них... Это сложно. Есть ли одна линия по ней пройти? Хорошо. Это очень сложно. У меня такое, что... Угадаем, что же я ей сейчас сказал. Если сделает. Ну-ка. Здравствуйте. Меня зовут Кобусова Татьяна Николаевна. Да. Почувствовали разницу? От нее? М? Сверноточиться на кумку. Она поймала линию. Вот у тебя немножечко есть вот такая проблема. У тебя руки работают от локтей. Видишь? Тебе нужно расслаблять вот эти места. И работать от них. Потому что... Вот что идет. Да? Вот что идет. Вот что идет. Много лишнего. Много лишнего. Я ей сказал. Сосредоточься. Собери все в одно. И иди по одной линии. Вот. Вот есть твоя линия небольшая? Вот такая вот. Да? Точная. Как бы лучик такой. И я иду. Все. Я могу там уже закруглять. Могу там кружком ходить. Но есть вот узость моя. Да? Узость не зажима. А узость жеста. Вот этого нет. Да? Я как бы не выхожу за какой-то вот... За отведенный мне шарик. Да? Вот этого нет. Да? Вот. Вот я. Столько, сколько есть. Это сложнее всего. Давайте. Следующий. Ну-ка. Здравствуйте. Меня зовут Пирогова Ольга Михайловна. Молодец. На каждом шаге не пружинь. Вот так? Да? А я знаю. Да, 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 да. Нормально, спокойно, достоинно. Давай еще раз. Давай еще раз. Конечно. Здравствуйте. Меня зовут Пирогова Ольга Михайловна. Лучше. Вот нужно об этом поговорить. Переход. Здравствуйте у вас. Здравствуйте. Я сразу вижу, что вы вышли на сцену, чтобы быстрее сюда сбежать. Да. Я вышел. Нашел контакт. Вот, здравствуйте. Как я вижу, человек... Ну, я такой свободный, свободный, спокойно. Выхожу. Да, да, да. Выхожу, выхожу уже. Здравствуйте. Меня зовут Герман Петрович Сидаков. Я не должен видеть, что вы суетитесь внутренне. Вообще не в жизни, нигде. Вы внутренне в себе уверены. Вы должны нести с собой уверенность. Доверяют только уверенным людям. Не уверенным не доверяют. И это обязательно. Обязательно. Если вы вот так разговариваете, кто вам поверит? Выйдите перед людьми и начните рассказывать. Если мы будем с вами строить дачу, дом... Какой дом? Будку не построишь. Уверенность. Уверенность. Поэтому нужно выйти уверенно. Понимаешь? Вот этот момент... Да. Только момент этот не терапия. Вот сделай эту паузу как можно для себя долго. Да. Здравствуйте. Нет. Стань. Да. Посмотри, какие мы красивые все. Здравствуйте. Меня зовут Пирогова Ольга Михайловна. Лучше сейчас. И не стал торопить слова. Паузу вот эту не бойся. И в догонку я тебе могу сказать. А как ты ушла, это ужас после этого. Примите меня в балет. Да. В балет. Да. Смотрите еще, какая есть вещь. Вы можете понять зажим человека через то, что он хочет постоянно подтянуться. Смотри. Вот выходит нормальный человек. Вот выходит нормальный человек. Взгляд. И вжался. Вот. Все. Все. Понятно? Да. Дальше. Так. Добрый вечер. Я Павел. Я настаиваю на паузе между остановкой и текстом. По крайней мере сейчас, пока я не учусь. Это может быть приемом таким? Это такой прием. Выйди, встань, поймай взгляд, скажи. Иначе все суета. Еще не дошел. Ты знаешь, какая фраза пошла о добрый вечер? На третьем шагу. Ты уже про себя ее говори. Понимаешь? Понимаешь? Добрый вечер. Я Павел. Хорошо. Мне кажется, что лучше только без Мефистофеля. И все нормально. Просто со спокойными бровями. Мужчины брови только, если уж они очень брежневские должны ходить. А так очень редко. Повышенная кустистость. Когда ты сюда идешь, вообще, когда идешь вот сюда, ты еще не думаешь, что ты, ты думаешь, что ты постоишь здесь просто. Потом думаешь, что мне это не представится. Вот с этой задачей я сначала и делюсь. Что я просто постою здесь. Постою, пусть меня посмотрит. И красивый человек. Пусть смотрит на меня. Получает удовольствие. А потом еще и представился. Плюс к этому. Пашенька, попробуй. Не ставь так широко ноги. Ты, конечно, соответствуешь своей майке. А если выйдешь во фраке, так же. Ду-дум. Здравствуйте, я Павел. Я буду с вами эти пять минут. А, да. Хорошо. Поехали, поехали. Добрый вечер. Я Павел. Я Павел. Я не знаю пока, но это нужно все равно делать. Учти, у тебя бегает взгляд очень много. Попробуй сейчас просто вот отсюда сделать, знаешь, такое, в кино такая панорама. Вот пройти по лицам. Вот не торопясь. Посмотри в каждое лицо спокойно. Не торопясь. Не торопясь. Не торопясь. На ком-то задержи. Кому-то вернись еще раз взглядом. Теперь мне скажи. Вот мне. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Павел. Вот сейчас лучше. Как-то вот нужно... Смотри, хорошо? Учи себя ходить, да? Вот столько же рук, сколько ног. Еще поймите отличие, как человек идет туда и как он выходит сюда. Это очень интересная история. Добрый вечер. Меня зовут Наталья Есенова. Молодец. На самом деле, я вас хорошо. Она вообще поменялась сильно. Нет, она вообще поменялась в это время. Пойми, что с последней твоей буковкой ничего не заканчивается, да? Вот так же все. Вот я вышел, да? Говорю. Здравствуйте. Я Филипп Черкасов. Все, выполнил задание. Ура! Пошли. Добрый вечер, дорогие наши гости. Меня зовут Ольга Юрьевна. Молодец, Ольга Юрьевна. Послушай мне. Две руки. Давай вторую руку теперь тебя освободим, да? Смотри, одна работает. И когда идешь, не забывай про переключение внимания. А другая нет, да? Встанешь. Теперь, когда я встаю, я не работаю вот этой ногой. Так, да. Я нормально встаю. Чувствую пол. Чувствую свободу, да? Вот я. Я ваш. Когда у вас ноги прилипали, помните? Да. Вот такая же должность встанье, когда вы встаете. Угу. Попробуй еще. Попробуй еще одну. Я так просто не отстаю. Так, и еще, еще, еще. Вот смотри, одна рука работает, а другая совсем нет. Тоже сумку носишь? Угу. Ну, понятно. Ну-ка, давай попробуем. Две руки. А человек эмоциональный очень, понимаешь? Хорошо. Я знаю. Хорошо. Вот, умничка. Добрый вечер, дорогие наши гости. Меня зовут Ольга Юрьевна. Все, лучше. Вот это на аплодисман прям. Прошу. Это волнение там, мы его не видим. Я пейджер вспомнила. Сейчас я его здесь, он там. Хорошо. Так. Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Ян. Я пейджер обратно не цепил. Не стоит, да? Один снял, она цепила там мобильник. Компьютер карманный. Руки спокойно и свободно, да? И не терапись, вот и ближе. Здравствуйте. Меня зовут Яна. Здравствуйте. Меня зовут Яна. Молодец. Вот, самое главное, чтобы твоя вот эта вот рука, смотрите, вот тоже, кстати, интересная, хорошая штука. Вот выходит замечательная девушка, встает. Вот. А эта рука так дун-ду-ду-ду-ду-ду. Встать тоже надо уметь, да? Вот я иду, иду. Вот. И притормозил свой шаг. И притормозил руки. Они... И все дошло, довелось, да? Яна, давай еще раз. Бог любит троицы. Яна Станиславовна, пожалуйста. Яна Станиславовна. Так, пейджер оставь, мобильник оставь. Руки нормально, спокойно работают, вот. Здравствуйте. Меня зовут Яна. Молодец. Станиславовна. 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 Ты когда выходишь в пол, особо не смотри, да? Три раза шла, три раза в пол смотрела. Она на вас уже смотрит? Нет, что такое надо? Я просто говорю о том, что это твой такой внутренний способ немножечко закрыться сразу, да? Не надо. Нормально, вот она я. Яна Станиславовна. Для чего это? А? Для чего? Что? Надо идти нормально, вот она я. Если мне нравится, вот закрывается. Я не говорю, что надо или не надо. Я сейчас говорю о твоей индивидуальности и о том, что можно с тобой сделать. Чтоб ты почувствовал себя в новых каких-то обстоятельствах. А может лучше будет, ты не знаешь, понимаешь? Вот привык человеку вот так выходить, да? Потом поднимать взгляд. Это как способ очень хорошо. А если я сразу отсюда выйду и всех сразу же поймаю, они за мной будут наблюдать сразу. Понимаешь? Вот, вот, вот. Дальше. Наш два способ. Наш два способ. Последнее приготовление. Там кремер, 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 кру. Здравствуйте. С вами в студии Яцков Елена Николаевна. Все. Все. Один раз мы в передаче у Калягина, когда я учился в ГИТИСе, мы там пели джаз. И вот мы там спели номер. Один раз спели, не очень хорошо получилось. Нам дали другой дубль. Мы второй раз спели. После этого, значит, все, закончили. Я говорю, здорово, хорошо. Я говорю, угу, можно еще раз. И они это оставили в передаче. Вот сейчас такие вещи оставляют. Вот самое интересное же, да, когда человек выходит, что-то говорит, ну, нет, нет, не получается. Другой раз. И еще раз, вот операторы, снимите мне, пожалуйста, еще раз. Когда выходишь, руки не от локтей. Вот отсюда работают. Давай еще раз. И учись останавливать правильно свой шаг, да? Притормаживать его. А не бум-резко с ней, бум-резко встал, и все, там трясется, да? Руки с ним. Спокойно притормози, вот и все. Ну-ка. Здравствуйте. С вами студия Яцкова Елена Николаевна. Молодец. Если еще каждое слово не будешь головой подчеркивать, вообще здорово. Да, спальшивила просто. Ничего, самое главное, поняла? Да, конечно. Все. Это самое главное. Видите, сколько о вас может собственное тело сказать, да? Паша, отвернись. Здравствуйте. Меня зовут Оксана Расславовна. Ну, все-таки у меня здесь дергается все. А это у него не заметно, кстати. Там ты одна это заметил. А я заметил только одно. Нет, у меня прям все равно. Вышла девушка. Очень хорошо, молодец. Ты там долго собирался, это единственное, что тебе помешало, да? Ты вышла, вышла. И встала в позу. Ничего не надо, не думай ни о чем. Думай о том, какие мы, как с нами поздороваться. Вот и все. Давай еще раз. Вот сейчас зайдешь, досчитаешь до двух и сразу и все. Раз, два, все, идешь. Молодец. Меня зовут Оксана Расславовна. Ну, это лучше. Художественно. Это лучше. Только спокойненько, спокойно пришла, да? Притормозила шаг и пауза до текста. Вот самое интересное, что у тебя в ней происходит, да? Давай еще раз попробуем. Молодец. Ну-ка. Здравствуйте, меня зовут Оксана Расславовна. Пауза до текста. Встать, пауза, потом текст. Здравствуйте, меня зовут Оксана Расславовна. Все, лучше. Понимаешь? Это косметик, какой-то он не мой. Это другое. Другое советение. Побойду. Это Клэри. Это не ко мне. Спасибо. Значит, я хотел бы, чтобы из таких двух маленьких таких вот консультаций, которые вы получили, вы извлекли такую очень важную штуку. Тело про нас может сказать очень много, да? Учитесь правильно обманывать. Это большое искусство. Спасибо. Я думаю, что вот ты у нас такой человек, с каждым из вас, с каждым из вас можно работать индивидуально еще много и много. Но это такая работа, когда ты берешь человека и начинаешь там что-то с ним делать. Больше индивидуальные, групповые, как бы, вот я, наверное, уже бы через 2-3 занятия точно вам уже не было бы нужен. В групповых занятиях уже все, в принципе, освоить, там уже дальше ваша работа. Я единственное призываю вас, то, что мы делали. Самое важное, вот запомните еще раз, человек, вам нужно научиться видеть людей. Это очень большая редкость в обществе. Люди, которые видят других людей, очень большая. Вы помните все наши, да, на лидеров. Что такое лидер, как вы скажете? Что такое лидер? Что такое желание других. Правильно. Человек, который раньше всех угадывал и желание других идет. Вы должны понимать, что, вот помните про образный мир ваш? Из него состоит ваш талант. Это необходимо в себе оттачивать и оттачивать. Образная система не должна остановиться. Это как вот покушать. Перестаете кормить ее, и она загибается и становится банальной. А надо очень много смотреть, желательно хорошего кино, картин, читать хорошие стихи. Это не так, как он кажется, что, ну что, я не прочитаю. Когда человек читает стихи для того, чтобы потом похвастаться, что я прочитал такое стихотворение, это, конечно, дурь. Для этого не надо читать. Надо читать стихи, потому что там образный ряд. Очень необычный, нужный. Я думаю, что, Оленька, вам нужно читать. Вам нужно много-много читать. Вы сделали какой-то шаг, сделали вперед. Потому что я помню вас, когда вы прятались где-то все время в углу и оттуда. Ха, есть! Вот такая, были, закрывались. Если бы сейчас увидели свои кассеты первые, сейчас вы посвободнее уже. Да, вы уже не боитесь выходить, пробовать, делать и так далее. Но вам не хватает, знаете, такой есть термин у режиссеров, про актеров, ему нечем играть. Вот вам, может быть, не хватает там пока запаса. Должен быть мир. Вы каждый мир, вам нужно много читать, хорошую литературу. Я думаю, что если вы прочитаете 20 детективов еще, это ничего вам не прибавит. Надо читать ту литературу, которую нужно читать. Обращаться с вниманием. Псюш, ты хорошо идешь, мне кажется. Правильно. Ольга, ты? Я не идем полностью. А, Татьяна, почему ты тут? Что-то ты у меня сбилась на Ксении. Как-то у вас... А, это Ксения у нас в очках. Правильно. Вторая Ксения. Татьяна, прости, я помню, просто бывает такое, сбивается. Ты хорошо работала, много и правильно. Мне кажется, что нужно понять... Во-первых, ты понимаешь, с чем тебе нужно разобраться, да? Иначе у тебя рот будет все время вот такой. Надо с этим разобраться просто. Решить, сделать, либо там как. Потому что... Вот. Тебе нужно заниматься много, по-моему... Что-то такое типа шейпинга. Своё тело нужно немножечко заработать. Вот тебе немножечко такое... Пока расхлябанное, пока такое... Пока я тебя вижу только в косохах, если я не вижу в вечернем платье. А я тебя должен увидеть в вечернем платье. В декольтированном, с поднятой головой, с какой-то прической, с другой. Пока ты у меня такая кроссовочная девочка. Вот. Быстро буду говорить, что у меня это... Татьяна. Правильно? Потому что тут я не ошибся. Всё нормально. Мне кажется, тебе нужно... Вот... Не смотря на то, что я говорил, что вот то, что в тебе есть какая-то домашняя, если это нужно. Но тебе нужно какой-то момент агрессии все равно вырабатывать. А не такого агрессивного взгляда. Вот такого. А этого нет, я думаю, что нет. Нету. Нету. Вот такой бум! Я попал взглядом в человека. И он должен понять, что если взглядом что-то, то стоит какая-то сила. Потому что у тебя всё время такое. Этот момент необходим всё равно в жизни. Без него невозможно. Потому что бывают ситуации, когда надо. Когда взгляд должен попасть в человек. И ты ничего не сказал. Но он понял твой взгляд. Смотри к тебе всё равно. При всех. Понимаешь? Вот то, что я бы делал тебе. Тебе нужно заниматься обязательно что-то. Тоже спорт. Да. У тебя очень, мне кажется, неразвитые ноги. Филипп, помогай, если я ошибаюсь. Что-то там с ногами. Они очень тебя пока какие-то... Да. Вот они вот нерабочие. У них нет пружинистости. Нет сил. Поэтому, я не знаю, может быть, какой-то штука. Грудь. Руки. У тебя вот это вот, по-моему, руки вообще нет. Ну, нет. Ты человек без рук. Прости. Ну, без рук. Вот что-то вот без плечей, без этого. Надо всё сделать себе. Это серьёзно? Надо делать. Гантели, турник. Что-то надо. Просто потому что у тебя не хватает ни какой-то наверху, сверху мышечной массы, что ли. Понимаешь? Какое-то... Или даже не массы, а вот... Ощущения. Ощущения. А вот тут вот что-то вот так вот. Понимаешь? Что бы ты ни делал, ты весь вот-вот-вот-вот делай. Надо расправить. Надо почувствовать. Не знаю, вот грудь, руки. Может быть, по-моему, спина тоже там не сильная, да? Отжимания тоже не... Но он тоже раз делает из-за есть вот такой спорт и всё нормально. Я, помимо того, что занимался театром, у меня был период, когда 3 года бегал 10 километров каждое утро. По 10 километров. Я занимался турником, это было до армии, там. Просто сейчас другой режим, но я занимался своим телом. Я занимался своим здоровьем. Это не берётся так. Откуда? Тебе надо заниматься. Надо делать. У тебя был какой-то срыв в моём. Вот ты как-то шла-шла-шла-шла, а потом был какой-то провал, а сейчас ты как-то набрала. Я не знаю, то ли это был эмоциональный срыв, то ли ещё что-то, Наташенька. Вот. Мне кажется, что ты стал ощущать, ты человек умный и понимаешь, но ты долго варишь в себе. Это хорошо, это неплохо, на самом деле. Это хорошо. А некоторые так быстро всё схватывают. А некоторые люди долго забирают, долго там как-то... Потом у них результаты могут быть колоссальными. Мне кажется, что тебе просто не нужно про это забывать, о чём мы занимались. Идти дальше, 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 и всё произойдёт обязательно. А у тебя вроде бы так по телу всё нормально. И с мышцами, и со всем. Я бы что-то иногда, знаешь, в своём имидже менял бы. Вот вдруг надел бы короткую юбку, или что-то такое, или бы какую-нибудь невысимую прическу бы сделал. Либо очки такие купил какие-то, которые не носят никто. Какие-то выпендрёжные. Вот что-то тебе нужно такое, наверное, в жизни делать. Либо взял бы и накрасил себе губляка. Либо ещё что-то. Может быть. Может быть. Но мне-то кажется, что там ты немножечко в себе затаилась. У тебя есть больше, чтобы показать. Ты просто имеешь право на это. И внешние твои данные, и внутренние твои данные на это могут располагать. Сейчас немножко так, как будто тебя взялись и стёркой так подтёрли. И вот, хотелось бы увидеть всё-таки весь цвет, который существует в тебе. Оленька, ты молодец, хорошо развиваешься. Надо понять... Ты у нас такой человек, как бы я сказал, плотный. И это хорошо, в этом твоя прелесть. Я бы просто ещё поработал, чтобы... Чтобы они были реактивнее мышцы. Вот я не знаю, как это сказать. Чтобы они отзывались быстрее. У тебя немножко долго отзываются мышцы на послу. Да, я не знаю, какой вид спорт или что этим нужно заниматься. Но что-то такое подвижное, я не знаю. В теннис, что ли. Чтобы бегать, чтобы реагировать, чтобы ноги работали. Да, если бы ты был мужчин, он тебя занялся боксом. Чтобы реактивность проявить. Они сейчас немножечко такие... Для такого вида спорта, я не знаю. Женский пол сейчас есть. Ну, в общем, в теннис, чтобы они были пореактивнее, да? Чтобы появилась немножечко лёгкость. При твоей плотности, если появится лёгкость в твоём теле, это будет очень хорошо. Да? Да, убирать нельзя, потому что это в этом твои изюмки. Ну, не знаю, там должно быть... Вот тело должно быть при плотности какая-то лёгкость, хорошее. Так вот, поэтому всё будет. Яна Станиславовна. У тебя одна проблема. На самом деле, ты много чувствуешь. Ты такой обучаемый человек. У тебя проблема только... Зеркало такого. Всё время смотришь на себя в зеркало. Вот всё время хочется как-то с тобой, грубо говоря, подойти, посидеть там рядом, сесть там и пиво попить. Что-то поболтать на такие простые, с вогу из какой-то. Да? Вот что-то... Я тебе пока... Вот ты не... И у тебя к людям такое. Я так. Это, с одной стороны, хорошо. Но иногда можно как-то приоткрываться, что ты можешь попроще становиться психологически. Я всё время без бутылки шампанского с трюфелями к тебе боюсь подходить, понимаешь? Это не должно быть. Иногда нужно пиво с вогу попить с лезвей. Что-то такое, мне кажется. И это было бы хорошо. Хотя, чаще всего нужен именно такой лучший способ общения. Он правильный. Но вот мы давно общаемся, и уже могли бы как-то попроще быть друг другу. Я не знаю, что ли, у тебя очень хорошее обаяние твое собственное. Ты очень хороший, какой-то природный. И ты здесь его так ещё приоткрыла и стал... Хотя я тебя помню ещё на первом вот этом, когда там сидели, улыбку твою запомнил. И это хорошо. Человек умный, схватывающий. Не останавливайся. У тебя, ты можешь... Вот если будешь только... Мы не зря говорим, вот это вот три месяца всё равно маленький срок. Для того, чтобы выучиться. Там можно только вложить, как, вот как делать. А вот на конце не сделаешь. Просто не останавливайся. У тебя может быть такое, что тебе покажется, что всё уже готово, и ты забудешь про это. А тебе нужно вот готово, а ещё. А ещё такие вот ступенечки. Вот, и так всё хорошо. Спасибо, молодец. Я бы, может быть... Ну, не знаю. Ты плаванием никогда не занимался? Хочу. Вот правильно. Вот правильно. Вот что-то нужно там... Вот что-то нужно там развить. Ну, что-то можно поплыть хорошо так. Вот что-то... Да, и сумочку ты носил, правильно говорите, Филипп. Оксан, совершенно... Я помню, я на первом же занятии взял тебя за грудки. Потому что понял, что если я тебя хоть немножечко не... То ты так и будешь смеяться над всем, что ты сделаешь. Это сейчас... Сейчас всё хорошо. Раньше было вот так. Филипп, сделай так. А-а-а-а! Всё, что она делала, вызывало смех. Всё абсолютно. Мне кажется, что это преодолело потихонечку. У тебя что-то происходило, какие-то там вещи. Я видел твои изменения. Я уже вижу гораздо меньше блёсток на тебе. Что уже хорошо. Что уже как бы... Начинаешь... Я думаю, что ты тоже, конечно... Вот вам нужно... Надо почитать ещё. Хорошая литература. Надо там внутри покопаться. Нужно что-то пооткрывать. По поводу тела. По-моему, у тебя всё нормально. А у тебя лёгкое, не тяжёлое. Я не знаю, может, Филипп что-то скажет. У меня нет каких-то таких претензий, каких-то проблем. Я бы посоветовал заниматься, ну, типа, таком колонетики, аэробики. То есть, вот на растяжке. Потому что у меня возникает впечатление, что у тебя в твоём теле есть потолок. Вот при шаге. То есть, смотри. Сейчас я тебе просто покажу. Вот. Выходит человек, да? Вот нормальный. Всё хорошо, да? Или выходит человек и... Вот. Понимаешь? Вот как бы немножко... Вот он чем-то сжат, да? А если он вот возьмёт вот так вот наклониться, да? Он уже себя будет по-другому чувствовать. Вот тебе нужно растащиться в пространстве в разные стороны. Просто вот растянуться как бы. Понимаешь? Потянуть мышцы свои. И ты будешь другая. Вот. А так, молодцы. Все вы хорошо проучились. Не все, к сожалению, уже многие уехали. Не все я на что-то сказал. Но я рад с вами познакомиться. Будем дружить. Всё. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok